Иностранцы говорят, едут через всю Европу на велосипеде не просто так, а с просветительской миссией объединить молодежь континента. Французы побывали в семи странах, в каждой выбирали школу и просили ребят нарисовать свою родину. Результат – это картина длиною в 10 метров. Киношники по образованию, они хотят создать документальный фильм о своей поездке. Конечный пункт, который Большая Соснова, также выбран не просто так. Одного из участников велотрипа Лео Виоланда в детстве воспитывала няня родом из этого села. Вот и решил он побывать в тех местах, о которых много слышал, да еще и друзей прихватил. Для себя мы открыли щедрость русских людей, широту души, гостеприимство. Когда мы приехали в Россию, у нас были стереотипы о русских людях, но они абсолютно не оправдались. То, что русские люди не очень приветливые, не очень добрые, холодные и агрессивные – это с точностью да наоборот. В памяти французов, впрочем, останутся не только широта русской души, но и наши дороги. Из 6000 проеханных километров труднее всего пришлось в России, признаются ребята. Протяженные и ухабистые трассы отбили желание у французов когда-нибудь повторить подобное путешествие. Я первый раз приехал в Россию на велосипеде и был очень удивлен, что ехать практически невозможно. Ухабины, ямы. В России дороги явно не для велосипедистов. Возвращаться назад велопутешественники намерены самолетами и теперь собираются немного отдохнуть от велосипедов и друг друга. Максим планирует совершить воежда Канады, Лео хочет отправиться в Испанию, а Юго мечтает побывать в Индии. Евгения Караксина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok